Здравствуйте! В эфире телеканала ЖЦУ Новости. В студии для вас работает Айноль Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о главном. Честный бизнес. Предприниматели и инвесторов под свою защиту взяла антикоррупционная служба. Вернувшиеся с войны. Останки двух красноармейцев, без вести пропавших в годы Великой Отечественной, найдены и перезахоронены на родине. Начатое завершено. Дело скоропостижно скончавшегося Сережана Бескемпирова завершила его семья. Профилактика коррупционных правонарушений, контроль за реализацией государственных программ и другие вопросы обсуждены во время онлайн-заседания Республиканского общественного совета партии Нур-Отан. В нем принял участие глава региона Амандык Баталов. На повестке дня рассмотрены темы, касающиеся также рационального освоения бюджета, работы региональных общественных советов, взаимодействия с трудовыми коллективами по профилактике коррупционных рисков и другие. В ходе отчетного выступления Акимобласти озвучил ряд действенных профилактических мер, реализуемых в регионе. В их числе антикоррупционные проекты, такие как ЖТСУ Адалда Калана, руководитель новой формации и другие. Ведется и формирование антикоррупционной культуры среди учащихся школ. В настоящее время в регионе успешно реализуется проект «Сервисный Акимат». Начал свою работу и антикоррупционный сервисный центр «Антикор Орталгэ». В ходе встречи Амандык Баталов ответил на ряд вопросов, в том числе и о социальном обеспечении сотрудников полиции, врачей и педагогов. Я в своей практике постоянно встречаюсь с коллективами и с врачами, с учителями и с правоохранительными органами. Единственная область, которая на сегодняшний день построила в целом по области около 240 с лишним участковых, совмещенных с жильем. Полицейский живет и с другой стороны его находится офис. И если где-то какие-то правонарушения он допускает, он сразу же будет освобожден от работы и сразу лишается жилья. Это их дисциплинирует. И мы эту практику уже ведем не один год. Мы в области построили сразу же жилой дом специально для медиков. Особое внимание Амандык Баталов уделил и профилактике коррупции в сфере земельных отношений. Алматинская область – одна из первых областей, где разработана электронная карта земельных ресурсов. На сегодняшний день этот проект не имеет аналогов в республике. В ходе заседания участники встречи внесли предложения, касающиеся усиления работы общественных советов, систематизации контроля за расходованием бюджетных средств, а также проверки качества строительства в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости». Стоит отметить, что в области в рамках данной программы реализуются 1052 проекта. Из них 425 уже завершены. Всего выделено 105 миллиардов 600 миллионов тенге. Подводя итоги выступления, Амандык Баталов подчеркнул, что профилактика коррупционных нарушений и формирование правовой культуры – это один из важнейших направлений совместной работы. Именно профилактика и повышение ответственности всех причастных сторон являются одним из эффективных методов борьбы с коррупцией. Предпринимательство и инвестиции под защитой. Антикоррупционная служба Алматинской области приняла на себя обязанность поддержки среднего и малого бизнеса, а также помощи зарубежным и отечественным инвесторам. Зачастую коррупционные риски сопровождаются значительными бюрократическими промедлениями. Антикоррупционная служба намерена оказывать содействие в рамках правового поля, не оставляя предпринимателей и инвесторов один на один с бюрократией. Проведенные антикором исследования показали, что в основном проблемные вопросы касаются лицензии, таможенных пошлин, внеплановых проверок и земельных отношений. Однако специалисты подчеркивают, что предприниматели со своей стороны также обязаны вести честный бизнес. Сегодня в департаменте расследуются несколько уголовных дел, которые были замечены вмешательства в мало-средний бизнес. В целом, со стороны госорганов и государственных служащих, которые оказывают свои услуги государственные, создаются искусственные барьеры. Как мы отметили, дабы возможно получить какую-то мзду, искусственно все это, барьер создается, и в последующем бизнесмен приходит в тупик. Чтобы этого всего в дальнейшем не было, мы сегодня пришли мнению, что дополнительно проведем в рабочем порядке с участием в управлении предпринимательства, «Казахинвест», «НПП Атамикен» и департаменте других заинтересованных условий в дополнительном рабочем совещании, где поставим конкретные приоритеты и будем работу продолжать. На сегодня под антикоррупционным сопровождением находится 41 бизнес-проект на общую сумму инвестиций более 600 миллиардов тенге. Предприниматели с энтузиазмом отнеслись к данной инициативе. Сегодня у нас прошло очень хорошее, полезное совещание, рабочее совещание с антикоррупционной службой Алматинской области, с руководителями всех управлений, с которыми мы работаем. В целом у нас налажен хороший контакт, потому что все вопросы инвесторов, которые возникают, они отрабатываются в точечном режиме, непосредственно с заинтересованными и ответственными за это органами. Вечная память. Останки двух воинов-красноармейцев доставили в Казахстан. Погибшие в годы Великой Отечественной войны Жагипар Кайларов и Азыкан Нугманов теперь обретут покой на родной земле. Останки двух павших воинов разыскали еще в прошлом году. Их личности удалось установить благодаря медальонам с именем и фамилией. Ранее бойцы считались без вести пропавшими. Родственников Азыкана Нугманова на данный момент найти еще не удалось. Известно, что боец спал в бою в Тверской области. Жагипар Кайларов был обнаружен в Гачинском районе Ленинградской области поисковым отрядом «Искра». Красноармеец участвовал в вождаченных боях в близ деревни Пижма в 1941 году. При убитом находились личные вещи, среди которых была алюминиевая ложка с надписью «Кайларов» и также капсула смертного медальона. На момент смерти солдату было всего 21. Накануне останки погибшего солдата предали земле. Тем самым навсегда увековечили память воина-красноармейца. «Мы с отцом искали нашего родственника. Он приходился мне дядей. Обращались в разные организации. Искали до 2000 года. Искали в Москве. Но там нам отвечали, что по запросу нет людей с таким именем и фамилией. Затем как-то наткнулся в интернете, что нашли останки. Долго думал, как поступить. Вышел на общественное объединение «Атомн-Аманаты». Они нам помогли. Жаль, что мой отец не дождался этого события в январе. Он ушел из жизни. Мы захороним нашего предка рядом с ним». Помощь транспортировке останков оказал общественное объединение «Атомн-Аманаты». Единственная организация в стране, которая занимается архивным поиском пропавших без вести во время Великой Отечественной войны казахстанских солдат. «Проводим большое количество мероприятий, связанных с поиском пропавших без вести. За столь короткий период нашей работы мы приняли порядка 3000 заявлений от потомков пропавших без вести воинов. Найдено более 550 мест захоронений. Несколько семей благодаря нашему объединению смогли выехать на места захоронений, в частности, в Венгрию и в Россию». В захоронении солдат приняли участие родственники, представители Министерства обороны, местных исполнительных органов. А все данные, касающиеся погибших бойцов, будут внесены в архив. Алексей Цой, Степан Мережко, Телеканал ЗТСУ. Потерявшихся в горах женщину и ребенка спасли в Алматинской области. Напомним, инцидент произошел 16 сентября около 20 часов 40 минут в горах Чажа вблизи города Текили. Сотрудники ДЧС Алматинской области незамедлительно приступили к проведению поисково-спасательных работ. Через три часа поиски дали положительный результат. Женщина 1995 года рождения, ее дочь 2016 года рождения были найдены. Обе нашлись живыми и невредимыми. Как выяснилось позже, семья отправилась в горы на маевку. Возвращаясь затем наобратно, женщина с ребенком немного отстали от мужчины и заблудились. Пропавшие были благополучно доставлены домой. Мы не знали, как найти дорогу. Начали звать на помощь. Пошли другой тропинкой, заблудились. Но через некоторое время, слава богу, нас нашли. Спасибо вам большое. ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать элементарные требования безопасности. Особенно путешествия в горной местности. Необходимо обязательно следить за погодой, не пренебрегать посупившими сообщениями с пульта 112, а также готовиться к данному путешествию заранее. Именно брать с собой рюкзак с теплыми вещами. Необходимо также в обязательном порядке обзависеться с походной аптечкой. До направления обязательно сообщить о маршруте своего передвижения по горной местности. 23-летняя Маржан Капсамат из Нур-Султана занимается популяризацией традиционной казахской культуры. Девушка привлекла внимание американского издания ВОК. Особенно их заинтересовало необычное преподношение к Кюе казахстанки. Она играет в окружении красивой природы Казахстана. Удивительно, как музыкант Шан на древнем инструменте привносит в современность всю красоту казахской культуры. На одном из видео она находится на горнолыжных склонах Шимбулака в Алматы, крупнейшем городе Казахстана. На другом девушка берет свою дамбру и играет на ней, сидя на стуле на невероятно красивом озере Кубейтус, которое окрашивается розовым цветом, близ Нур-Султана, восхищается автор статьи. Также издание рассказало о самой Маржан, которая начала играть на дамбре с детства и выросла в музыкальной семье. Новые условия продажи табачных изделий начнут действовать в Казахстане со следующего месяца. Из-за этого сигареты подорожают раньше положенного срока, сообщает корреспондент Хабар-24. Табачные изделия подорожают на 6%. Если сейчас пачка сигарет в среднем стоит 440 тенге, то с 1 октября будет уже 470. Все дело в том, что со следующего месяца вводится цифровая маркировка товара. Новые условия продажи требуют дополнительных расходов. Предпринимателям нужно установить 2D-сканеры, которые будут считывать данные с зашифрованной метки кода DataMatrix. В нем будут храниться информация о производителе, серийный номер и пароль для защиты от взлома. Цифровая маркировка обеспечит безопасность товара, а также будет препятствовать проникновению контрафакта на казахстанский рынок. ЧП в Актау. Во дворе жилого дома взорвался горящий автомобиль, близ которого играли дети. По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сообщение о загоревшемся автомобиле поступило в 17.36. До прибытия огнеборцев в машине взорвался газовый баллон. Взрыв сняли на видео жители многоэтажного дома. По словам очевидцев, загорелась Дейвенексия. За пять минут до пожара возле автомобиля играли дети, которые открывали пассажирскую дверь. По данным ДЧС, пострадавших от взрыва нет. Также сообщается о втором пострадавшем от пламени автомобиле Лада Гранта, который стоял рядом. Очевидцы сообщили, что автомобиль после взрыва тронулся с места, поехав в сторону горящей машины и загорелся сам. Все начинается с семи. Ассамблея народа Казахстана Алматинской области проведен ежегодный традиционный фестиваль «Берекелешанграк». В конкурсе молодых семей приняли участие 25 супругов из разных регионов края ЖТСУ. В условиях пандемии фестиваль частично прошел в онлайн формате. Семьи представили на суд жюри видеоролики, в которых рассказывали о своих традициях и успехах. По итогам первого тура выбраны 12 финалистов, которые привезли в областной центр выставку достижений прикладного искусства. Обязательное условие, все представленные работы выполнены членами семьи. По результатам нескольких конкурсов были определены победители, получившие ценные призы. Впрочем, без памятных подарков из областного центра не уехала ни одна семья из финалистов. По словам организаторов, такие конкурсы помогают сплачивать семьи, показывают единство народа нашей страны и являются примером для подрастающего поколения. 27 июня нам исполнилось 10 лет. У нас четверо детей, четверо дочери. В школу ходят двое, двое в садик. Я люблю свою семью, жену, поэтому мы согласились сразу участвовать в этом конкурсе. Показали свою семью, как мы живем, традицию нашей семьи. Всем желаю благополучия, здоровья, самое главное сейчас во время пандемии. Всем желаю, чтобы все близкие были здоровыми и не болели. И у нас было счастливых семей, много было, чтобы. Оставить след в людских сердцах. В Картальском районе после полной реконструкции состоялось торжественное открытие центральной районной мечети. До начала пандемии строительные работы были инициированы заместителем Акима области Сирикжаном Бескимперовым. Уроженец Картальского района он придавал большое значение идее реконструкции религиозного сооружения. По трагической случайности завершить начатое ему не удалось. В середине лета его жизнь оборвалась из-за коронавируса. Однако реконструкция все же завершена. Первый кирпич в основании центральной районной мечети был заложен в 2005 году. Инициаторами строительства выступили местные спонсоры, в их числе и Сирикжан Бескимперов. За 15 лет выросло количество посетителей, и молитвенный дом уже не мог вместить всех желающих. Для Сирикжана Бескимперова это стало отправной точкой, чтобы подарить своим землякам обновленную мечеть. Работы начались до пандемии, но по трагической случайности довести их до конца он не смог. В память о сыне, муже, отце семья Бескимперовых завершила начатое. Эту мечеть Сирикжан начинал строить вместе с другими спонсорами. В то время он переживал, что по вместимости она была не такая большая. А в этом году он захотел провести реконструкцию. Но закончить строительство не успел. Оставшиеся работы завершила наша семья. Мы хотим, чтобы эта мечеть служила людям долго, как того хотел и Сирикжан. Где бы ни работал мой сын, он всегда старался быть полезным людям. Болел душой и за родную штоби. Сейчас этот район процветает. Снискавший уважение народа, будучи акимом разных районов, Сирикжан Бескимперов пользовался безоговорочным авторитетом среди земляков. Его нет среди нас, но он оставил о себе добрую память. Выражают свою признательность семье Бескимперовых жители Каратальского района. Каждую пятницу верующие нашего района не могли попасть в эту мечеть, потому что она была тесной. Многим даже приходилось молиться, стоя на улице. Теперь, благодаря стараниям нашего земляка, в молитвенных обрядах могут принять участие на 100 человек больше. Конечно, очень жаль, что он рано ушёл из жизни. Но мы всегда будем помнить его доброе дело. В единстве наша сила. 56 малообеспеченных семей всего за год обрели крышу над головой в Талдыкургане. Щедрый подарок преподнесли общественники фонда Зикет вместе с меценатами области. Совместными усилиями неравнодушные граждане сделали всё возможное, чтобы не оставить казахстанцев на произвол судьбы. И на этом их благая деятельность не завершилась. Подробнее в сюжете. Помочь 30-ти семьям в честь 30-летия духовного управления мусульман. С такой целью накануне, по инициативе корпоративного фонда Зикет, бизнесмены вместе с автоволонтёрами обеспечили продуктами питания талдыкурганских жителей, больше всех нуждающихся в помощи. Ежегодно, ежемесячно, еженедельно проводятся такие большие благородные мероприятия. И вот настал в этот момент. И сегодняшнее мероприятие у нас идёт с помощью автоволонтёров, естественно, и управление молодёжной политикой города Алматинской области при помощи. Они тоже нам помогают. Все имамы сегодня трудятся и работают вместе. Одна из тех, кто получил продовольственную корзину – Дамира Сарсенбаева. Ногодетная мать, живущая в скромном домике на окраине города. В семье, где семеро несовершеннолетних детей, большая часть денег уходит на питание. Оттого такая помощь стала для женщины по-настоящему неоценимой. Дом, в котором мы живём, не наш. Мы лишь платим аренду за него. Живём на пособия, которые я получаю, как многодетная мать. Другого дохода у меня нет. А на работу я выйти не могу, потому что не с кем оставить детей. Сейчас четверо из них на онлайн-обучении. Благодаря ноутбуку, который нам недавно подарили неравнодушные люди, я могу не переживать, что мои дети не получат должного образования. Сама Лабдусова, напротив, живёт одна. С мужем развелась много лет назад. Одна воспитала двух дочерей, которые на данный момент живут в разных городах, но обеспечивают её самым необходимым по мере возможности. Сейчас мать-одиночка стоит в очереди на жильё. После многократных инсультов ей запрещено заниматься любой активной деятельностью. Узнавшие про состояние одиноко живущей женщины, волонтёры ежемесячно помогают ей продуктами, а в период наступления холодов – топливом. Вот вам продукты, пользуйтесь на здоровье, а мы постараемся почаще вас навещать и помогать по возможности. Так же, как и сама Лабдусова, добровольцы ежегодно обеспечивают твёрдым топливом и сотни других семей. И эту работу намерены продолжать. Одина Смогулова, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Генеральный секретарь ООН Гутерриш заявляет, что эпидемия вышла из-под контроля и подчёркивает, что одной вакцине не решит проблемы стремительного распространения инфекции. Та же точка зрения высказывается и руководителями ВОЗ, призывающих лидеров государств и правительств к принятию более жёстких мер с целью обуздать заражение. Директор Европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге сообщил, весной и летом мы видели, насколько эффективен может быть строгий карантин. Все усилия, все жертвы, на которые пошли люди, оказались оправданными. Но вот наступил сентябрь, и мы видим, что количество инфицированных и умерших увеличивается ежедневно. Во Франции за сутки выявили свыше 10,5 тысяч новых инфицированных. В Испании за прошедший день от COVID-19 умерли 239 человек. С начала сентября эта цифра увеличилась вдвое. Медики выявили свыше 11 тысяч новых зараженных. С пятницы в ряде районов столицы страны действует жесткий карантин. Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне продолжающихся уже 6 недель массовых протестов с требованием его отставки объявил, что приводит войска в состояние повышенной боевой готовности и закрывает границы с Польшей и Литвой. Он обвиняет Запад в организации масштабных уличных выступлений с целью его свержения и заявляет, что страна стоит на грани катастрофы. Эти обвинения вызывают критику со стороны США и Евросоюза. Накануне премьер-министры Польши и Литвы подписали декларацию о сотрудничестве, в которой в частности говорится о помощи участникам белорусских протестов. А глава польского правительства Матеуш Моровецкий предложил ей сформировать стабилизационный фонд для Беларуси размером по меньшей мере в миллиард евро. В университетской клинике Дюссельдорфа после хакерской атаки на IT-системы больницы умерла пациентка. Неделю назад хакеры блокировали серверы клиники, требуя определенную сумму денег от университета имени Генриха Грейна, к которому относится медицинское учреждение. Одна из пациенток находилась в критическом состоянии и в такой ситуации не могла оставаться в больнице. Ее пришлось перевести в другую. Однако женщина скончалась. После того, как полиция установила с хакерами контакт и объяснила, что их действия затронули больницу, злоумышленники предоставили коды для разблокировки серверов. Прокуратура города расследует инцидент как непредумышленное убийство по неосторожности. Последние месяцы в Германии было совершено несколько хакерских атак на исследовательские университетские учреждения. Их жертвами стали Гиссинские, Кельнские и Ружские университеты в Бохиме. Члены национальной сборной страны из Алматинской области по самбо готовятся к чемпионату мира. С 1 сентября тренировки стали проходить в традиционном режиме в числе спортсменов чемпионы мира и Азии. Потому главная цель – вновь завоевать первенство планеты. Подробнее расскажет Алексей Цой. Двукратная чемпионка мира, чемпионка Азиады, мастер спорта международного класса Дельдаш Куружбаева отдаёт тренировкам всё свободное время. Ведь после карантина важно достигнуть той пиковой формы, которая была до чемпионатов мира. Однако мало просто вернуть свои физические возможности. Нужно ещё и предзойти прежний результат. Для этого изнурительные тренировки направлены и на технику, и на силу. В этом году семеречницы на чемпионате Казахстана завоевали 6 призовых мест. Затем соревнования были приостановлены. Пришлось взять пятимесячную паузу. Сейчас тренер сборной Алматинской области Булат Кожахметов возобновил тренировки. Разделил команду на несколько групп. Таким образом соблюдаются все эпидемиологические нормы. В декабре планируется проведение Кубка мира. Сейчас начали тренировки. Учебно-тренировочные сборы. Провели один УТС в горах. Главные фавориты – это многократные чемпионки. Призёры крупных соревнований. Динара Жумабаева, Дельдаш Курушбаева, Арнур Куатай. По завершению сборов в Текили спортсмены отправятся повышать мастерство и навыки в Шимкен, где соберутся лучшие самбисты Казахстана, представляющие страну. Алексей Цой, Мадибай Бусынов, Телеканал ЖТСУ. Такими событиями был насыщен сегодняшний день. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин